Добрый день! Немного расскажем про нагревательную ленту, как она работает, как ее вкладывает. Многие не читают, не смотрят, не думают, ну и так далее. Смотрите, лента состоит из самой ленты нагревающейся, термодатчика на другом конце и проводов, которые выходит 220 подсоединяется, 222 белых, зеленый это заземление, у кого вилка с заземлением. Здесь у нас просто два белых подсоединено. Лента закапывается, вот здесь, например, грядки глубиной где-то сантиметров 70 идут, глубине 60 сантиметров, 50-60 глубоко очень закопал, первая лента самая, которая к нам пришла с завода, вот партия, то есть закопались, у себя, проверить. Снег накидан уже седьмой день, мы сейчас приехали, сейчас только я включил ленту. Сегодня у нас получается 27-е, начало поста, понедельник, вот время 2 часа дня. Включил. Вторая лента для чего? Она была проложена во второй грядке, но я ее вытащил, чтобы экспериментировать. Сейчас я ее просто проложу сверху по снегу, накрою укрывным, чтобы это все быстрее растаяло и быстрее земля пропитала с влагой. Ну, это так в общем. Для чего лента? Для ранней. Смотрите, теперь по самой прокладке. Вот видите этот термодатчик? У него принцип работы, еще раз, в сотый раз объясняю. Принцип его рабочий, как термопар, то есть тепло, которое доходит до него, его выключает. Когда он остывает, он включается. Соответственно, если термодатчик на плюс 20 выключается, на плюс 15 включается. То есть, если он нагрелся до плюс 21, там у них плюс 1-2 градуса, то есть, на 21 градус нагрелся, естественно, он выключится. Если вы поставите вот так все, смотрите, вот так, как многие мне тут фотки присылали, то естественно, он не будет вообще работать, абсолютно. То есть, нагрелся, выключился и все. То есть, еще раз, чем дальше вы его расположите от ленты, тем нам будет, что дольше работать и греть почву больше, а не просто лежать в выключенном состоянии. Следующий момент, он, когда температура охлаждается, он должен опуститься температуру датчика до плюс 15, чтобы он опять включился. То есть, вот 5 градусов. 15-20 самый оптимальный для корневой системы растений. И дальше по нагреву. Вот видите, я рукой держу, он горячий. Вот так положить, наверное, чтобы поднимали, что он горячий. То есть, рука его терпит, а не ошпаривается там, а терпит. Вот. Поэтому вывод, еще раз, термодатчик располагайте на расстоянии, как вам угодно. Сделайте ближе, будет вот столичка гореть, сделайте больше, будет столько, но потреблять энергии будет больше. Вся разница. Поэтому думайте, не обвиняйте никого, что это не работает. Просто нужно логически думать. Иногда. Даже специально я оставлял, вот так вот видите, лента торчит. Рукой оправляешь, все работает, греется. Рука, тело человеческое, температура 36,6. Как вы можете сказать, что она работает землю меряя пальцем, вот так вот, как многим писать, пальцем, да? О, холодно! Она не работает. Как вы можете 20 градусов, если у вас рука 36,6. Поэтому если купите термометр такой глубокий и втыкайте, где лента у вас проходит. Если правильно расположили датчик. Ну и рекомендую вообще сантиметра вот на 20. Этот сезон какой-то у нас, прям зашквар по клиентам, который чего-то от чего-то недопонимает. И нас обменяет во всех смертных грехах. Сразу вам говорю, мы ее не производим. Заводит производитель Sokol из Питера. Мне тут еще, знаете, сказали, что вот эта вот фигня, это и есть обогревающая лента. Ну то есть элемент обогревающая. В общем, трэшок какой-то, всякого. Поэтому закапывайте, делайте все правильно, включайте и радуйтесь. А я сейчас пошел, разложу и тряпочку сверху положу и сниму вам еще одну кину. Для чистоты эксперимента разложу его крупным. Здесь идет одна лента чистая, восьмиметровая. И здесь еще сверху, как вы видели, на снег положил еще одну восьмиметровую ленту. Посмотрим, где что растает. Семь-двадцать второе число. Два, грубо говоря, два часа дня. Они все работают. Здесь положил еще воду, бутылка замораженная. Вот она все греет. Выходная даже греет. Лента, которая под землей. Вот так она лежит. И накрыла крупным. Эксперимент проведем. Это я вам сразу скажу из практики использования. Это будет таять минимум пять-семь дней. Потому что земля промерзшая, плюс снег. Пока еще солнца нет. Вот так вот. Выходные проверим. Проверим. Так сказать, фейс-контроль. Прошло три часа. Создались домой уже. Смотрим. Снег, лента и китай. То есть дня через три, через четыре. Но, в основном если по практике, зависит от морозов, дней через пять. Здесь можно будет уже делать парники и высаживать рассаду. Это не очень быстрый процесс, как многие думают. прямо раз вот так все нет это полномерно все прогревается аккуратненько длительно потому что чтобы такую даже мертвую почву за зиму прогреть не так просто потом зато на когда прогреется уже все расход электроэнергии будет очень и очень маленький там еще солнышко будет помогать